Добрый день, друзья! Мы гуляем по Петербургу, по центру. Вот хочу показать вам, когда заходишь в двор колодец, во-первых, следующий проход, и здесь есть немножко зелени. Зелени, конечно, мало, но как-то какие-то деревца пытаются, пытаются деревца посадить. Даже бывает детская площадка там подальше, но ничего не вижу детской площадки в этом дворе. Ребята, в центре Петербурга мы, когда бываю, показываю вам дворы, чтобы вы понимали. Тоже многие хотят в центре. Кто-то мне пишет, блин, зачем эти спальные районы? Лучше жить в центре. Соглашусь, если у вас, если вы одни приехали, если, например, вы парой приехали. Тогда да, в общем-то, не нужны ни садики, ни школы. Ну, поликлинику уж найдете как-нибудь, если нужна будет. Вот, выходим на центральную улицу. С детками, конечно, лучше в спальных районах. Там все есть, и машины едут, и парковать. А в центральных районах, конечно, это немножечко... Много суеты для семейной жизни. Ну, кто-то любит нормально. Короче, вы выбирайте, что вам нравится. Я вам рассказываю, что я вижу. Гуляем, гуляем, ребят. Хорошего дня, хорошего настроения. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Говорим о жизни в Петербурге. Мы переехали 6 лет назад, уже седьмым годом здесь живем. И чем дольше я живу, тем больше понимаю, что мне этот город все больше и больше нравится. Мы переехали случайно, я уже вам рассказывала, кто-то давно. Хотя меня приглашали в Петербург давно уже, ребят. Лет 10 назад еще меня тянули сюда. Муж постоянно говорил, ну, поехали в Питер. Я думаю, а что мы то будем делать? В общем, до Питера мы из Калининграда еще успели побывать в Центральной России. Потом мы побывали в Украине. Несколько лет как раз начался Майдан. А мы купили квартиру, сделали ремонт. И пришлось уехать. Потому что нечего там молоделся русскоязычным. Тогда вообще жесть. Ну, сейчас вы тоже знаете, что. Поэтому, ребят, уехали, потом опять в Паренград. А потом уже из Калининграда опять, в общем-то, можно сказать, меня уговорили. Ну, как, недолго уговаривали. Ну, так, типа, поехали, посмотрим. Не понравится, вернемся. Понравится, останемся. И вот мы уже 6 лет. И нам нравится. Сын вообще категорически не хочет. Вообще мальчишки не хотят уезжать. Ну, я уже привыкаю. Сын у меня здесь окончил школу. Окончил колледж. Получил специальность. Гостиничный, ресторанный бизнес. Сейчас он уже окончил первый курс. Это все в Петербурге. Первый курс университета. Айти специалистом. Лудит. Надеюсь. Ему все нравится. Вообще, он не хочет уезжать. Хотя, ему и переград нравится. Так, ребята, ходим в магазин. Вкусил. Он мне говорит, а зачем вы мне показали Петербург? Теперь все. Я хочу быть в Петербурге. Магазин Вкусил. Это магазин, где, возможно, цены подороже, ребят. Вот сливы 98, яблочки 140, 130, 148, 32, картофель, картофель 29 и 8. Покурцы 78. Подороже, ребят. Ну, здесь есть интересные всякие штучки. Так что, если вы будете в этом магазине, вернее, рядом с этим магазином, зайдите, посмотрите. Ой, какие игрушки красивые. Здесь оформление интересное. Здесь товар есть необычный. Не такой, как везде. Смотрите, как все красивенько здесь лежит. Все очень аккуратненько. Вот вы цены видите, но цены подороже, сразу говорю. Многих это не смущает. Вот ягодки можно купить. Разные-разные. Все здесь есть. Все здесь есть. Вот, ребят, все есть. И хлебушек. Ну, вот хлебы по 32 рубля, и по 37, и по 110. Просто я вам как... Дочку, которая... Вот яйца самые дешевые 78. Вот они рядом. Пюрешки, молочка, сырые разные. Все-все-все, ребят, зайдете, посмотрите. Многим нравится вкус вилл. Ой, я уже... Многим нравится вкус вилл. Ну что ж, ну, грудка 261. Вот я смотрю. Видите, тут курочка. 309-315. Чуть дороже, ребят. Ну, можно найти интересные вкусняшки. Так что смотрите, заходите. У них и свои. Своё производство тоже есть. Все, выходим. Выходим, выходим, выходим. Побежали дальше. Варенья разного много. Кстати, люблю варенья. Посмотрите, сколько варенья. Малина, брусника, чёрная смородина, абрикосы, сливы, стул, вишня, клубника, мандарины. Все, выходим. Значит, у нас два магазина таких подороже цены. Ну, во всяком случае, я знаю. Слушайте, прикол, а куда мне идти? А, сюда. Вот, вкус вилл. Вот так. Вкус вилл. И, и, и... Азбука вкуса. Тоже я заходила, ребят. Там тоже цены подороже. Ну, тут можно найти что-нибудь интересное. Потом спар. Евроспар. Спар. Тоже мне понравились магазины. Ну, цены такие, как здесь, или чуть дешевле. Ну, и дальше уже наши сетевики пошли. Окей. Что-то у нас ещё. Рента. И пятёрочки, дикси. Это уже вы уже всё знаете. Мы уже сто раз там были. Смотрите, какое здание красивое. Кто гулял со мной в прошлом видео, эти улицы уже вам знакомы. Вот здесь театр танца. Проходим. Обожаю Петербург за то, что здесь есть столько всего на любой вкус. Открываете, куда сходить. СПБ. Или там бесплатный театр, галерея. Машина какой-то цвет стоит. Всё-всё, ребят, тут найдёте. Всё найдёте для души, друзья мои. Прекрасный город Петербург. Гуляем. Немножечко с вами сейчас ещё проедем. Исходный переход. Мне надо переходить? Перейдём. Зелёный. Смотрите. Заканчивайте переход. И мы переходим. Подписывайтесь, ребят. Не забудьте ставить лайк. И встретимся с вами в следующем видео. Обязательно. На машине надпись «Поженю». Организатор свадеб «Разведу». Организатор развода «Адвокат». Всё. Все услуги в комплексе. Ой, какие улочки. Библиотека имени Ленина. Телефон, залы. Вот, видно, что люди сидят. Вот, девочка сверху, он называется. Там дальше можно было ламинирование, сканирование. Всё, что угодно. Смотрю, где зала ещё. Вот, ну, человек тоже сидит, видите? Вот он, библиотека. Класс! Индийский рестарам. Джимми, Джимми. А-ча-ача. Заходим и наслаждаемся Индией. Бизнес-ланч 160 рублей. Плакат за Россию. Очень много по городу плакатов. А знаете, что я ещё заметила? Что у нас берёзки начинают желтеть. Вот верхушечки. Всё, желтые листики появляются. Ребят, осень. Осень пришла. Эти дни у нас пасмурные. Не знаю, посмотрим, что будет через несколько дней. Но пока не холодно. Пока не холодно. Гулять можно. Ну, пасмурно, да. Ну, так нормально. Ну, так нормально. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok